Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам, как правильно промывать и брызгать нос. Как оказалось, тема очень актуальна. Каждый из вас хотя бы раз в жизни промывал или брызгал нос. У каждого из вас бывало такое, плохо дышал нос. А может быть, вот вы сейчас смотрите это видео, и у вас постоянно плохо дышит нос. И вы постоянно на каплях или на спреях, или постоянно стараетесь промывать свой нос. И я уверен, скорее всего, делайте это неправильно. Для начала вспомним с вами анатомию носа. Я хочу напомнить, что есть наружный нос и внутренний нос. Наружный нос – это тот нос, который на лице. А внутренний нос – это тот нос, который внутри, глубоко. Так вот, наружный нос – это вершина айсберга. Внутренний нос – функциональный нос. Он в глубину до 10 сантиметров. Для примера покажу вам 3D-модель реального человека. Это мой пациент, которому я уже провел пластику носа. Смотрите, я снимаю мягкие ткани, кожу, и вы видите скелет, вы видите череп. Вот перегородка. Видите, крайняя передняя точка перегородки. И вот здесь вы видите, насколько глубоким является нос. Именно поэтому некоторым людям удается засунуть в нос карандаш. Сейчас проведем такой эксперимент. Возьмем вот такую вот палку. И я вам сейчас покажу, насколько глубоким является ваш нос. Еще раз. Есть наружный нос. Он маленький. Он состоит из костной части. Костная часть, она занимает 20-30%. И с хрящевых структур. Это вы все можете увидеть в моих роликах. А сегодня мы будем с вами обсуждать внутренний нос. Функциональный нос. Далее поговорим про перегородку. Перегородка делит нос на две половины. На правую и на левую. Мы с вами, как правило, дышим поочередно. Правой или левой частью. Почему иногда мы дышим плохо? То правой, то левой. Кто-то из вас сразу дышит плохо и правой, и левой частью. Кто-то из вас ложится ночью спать, переворачивается на бок и одну сторону закладывает. Почему так происходит? Вы должны понимать, что когда у вас закладывает нос, это же не перегородка резко искривилась. Значит, что-то там есть внутри такое, что мешает дышать. Я не раз в своих роликах рассказывал и показывал нижние носовые раковины. Это те самые структуры, которые отекают, набухают и, как тиски, сжимают носовую перегородку. Я еще раз напомню вам и покажу, как выглядят те самые носовые раковины. Они есть у всех, у мальчиков и у девочек, у маленьких и у взрослых. Эти раковины, они состоят из кости, на которой, как грозди винограда, висят сосуды. Сосуды расширяются, слизистая отекает. И вот эти вот раковины, нижние носовые раковины, они сжимают перегородку. Именно поэтому вам помогают сосудосуживающие капли. То есть само название сосудосуживающие. Вы должны понимать, что эти капли влияют на какие-то сосудистые структуры, которые, уменьшаясь, улучшают носовое дыхание. Так вот, капли должны попасть на эти раковины. Эти раковины должны сократиться. И получается, они отпускают перегородку и нос начинает дышать. Конечно же, бывают шипы или гребни на перегородках. Бывает очень сильное искривление перегородки. Как, например, вот в данном случае. Видите, в данном случае тоже живой пациент. На перегородке вырос шип или гребень. Практически всегда вот эти большие шипы или гребни, они очень глубоко в носу. И это не связано с травмой. Как правило, люди рождаются с такой кривой перегородкой. И всю жизнь человек плохо дышит правой или левой стороной. Люди с такой перегородкой, они привыкают к такому носовому дыханию и думают, что это нормально. В моей практике часто бывает, я спрашиваю у клиента, вы хорошо дышите нос? Он говорит, да, да, дышу хорошо, прекрасно. Мы делаем компьютерную томографию, делаем печать, делаем эндоскопию. И видим, что правая или левая сторона полностью перекрыта костной частью перегородки или хрящевой. Я показываю это человеку, я говорю, смотрите, вы практически всегда дышите правой или левой стороной. И человек удивляется, он этого не понимает. Почему эта информация важна и почему нужно о ней помнить? Когда вы используете спрей, как правило, как в рекламах, вы промываете только наружный нос или ноздри. То есть вы берете спрей, вставляете его в ноздрю, нажимаете и вы промываете только наружный нос. Вы не промываете внутренний нос, еще раз, только наружный. Вот какой бы спрей вы не использовали, скорее всего, или раствор, вы вставляете вот в таком направлении, то, как вы это видите в рекламе, вот покажу на себе. Вы берете флакончик, вот так вот вставляете и начинаете промывать. Но вы промываете только наружную часть, только ноздрю. Весь нос, весь глубокий нос, а нос в глубину достигает практически уха вашего, так вот вы весь этот нос не промываете. И поэтому вы вроде бы пользуетесь спреем, немного нос дышит лучше, но не настолько, насколько бы вам это хотелось. Поэтому, исходя из той информации, которую я вам предоставил, я сейчас покажу, как правильно промывать нос. Вот ваша голова. Вот ваш спрей. Нужно либо наклонить голову параллельно спрею и вот так промывать нос, или же поменять угол направления флакона. Например, вот так. Или третий вариант, вы запрокидываете голову и вот так вот промываете или орошаете нос. Я надеюсь, что вы повторили для себя анатомию носа. Теперь вы лучше знаете строение носа, что нос очень глубокий. И важно промывать нос по всей его длине. То есть вы должны заниматься гигиеной полости носа правильно. Еще раз, не забывайте про анатомию. Если у вас еще будут вопросы или пожелания, пишите. Буду рад ответить. Продолжение следует...